Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Многие часто спрашивают, а сколько же денег можно заработать на бирже? Ну, много, и многие догадываются, что много можно заработать на бирже. Сколько конкретно, давайте сейчас посмотрим. Вот, в частности, события прошедшей недели. И вот на этих новостях люди заработали огромное количество денег. К сожалению, это был не я. Но сколько можно, в принципе, заработать, если отслеживать за ситуацией? Давайте посмотрим, что вчера случилось. Сейчас давайте перейдем на биржевой терминал. Посмотрите, вот это акции. Сейчас вы видите группу Черкизова. Сейчас я немножечко график изменю. Вот, посмотрите, что было. Еще в феврале эти акции стоили, сейчас скажу, сколько. Вот они, на 1 февраля эти акции стоили 1236 рублей. За, ну, за штуку. Акции компании Черкизова. И у Черкизова, Черкизова это очень хорошее производство. Я смотрел, люди рекомендовали купить эти акции, потому что у Черкизова там очень хорошие показатели. Там тра-та-та, тра-та-та. Но это акции какие-то, вот, не знаю. Я, короче говоря, так и не купил акции группы Черкизова. А зря. Потому что, посмотрите, что произошло. 14 февраля компания Черкизова выпускает годовой отчет. Годовой отчет. И этот годовой отчет показывает хорошую прибыль компании, группы компаний. Понимаете? Прибыль выросла, выручка выросла, все хорошо. Посмотрите, на годовом отчете, после годового отчета, хопа, акции вырастают. И они становятся 1517. То есть, смотрите, если просто 1 февраля вложить было деньги, да, так сказать, вот, те, кто вложил деньги 1 февраля, значит, ну, грубо говоря, 1210, предположим, рублей за акцию, то уже 15 февраля эту акцию можно было продать за 1510. Смотрите, то есть, 25% за 2 недели. 25% за 2 недели. Сравните с депозитом в банке, который дает в год максимум 8%. 25% за 2 недели. Сколько это годовых? Это сумасшедшие. Но дальше, если просто мы держим эти акции дальше, то что-то произошло вчера. Я так и не нашел, какое событие произошло вчера. Вот. Но группа, акции группы компании Черкизова вдруг взлетели до максимума. Максимум был 2550 рублей. Вчера было 14 марта. 14 марта, да. С 1 апреля по 14 марта. Сколько произошло времени? Всего-то полтора месяца. И за полтора месяца можно было удвоить. Вчера был сумасшедший день. Я вчера смотрю просто, люди в чате пишут, слушайте, что произошло с акциями Черкизова, они взлетели. И там сумасшедшие. Просто я не сделал скриншот, к сожалению. Потому что была такая ситуация в стакане. Цен были заявки только на покупку. Никто не хотел продавать эти акции. Потому что они взлетели, как биткоин в свое время. Понимаете? Это акции какие? Это акции третьего эшелона. Ну, то есть здесь надо просто следить за этой ситуацией. И все. И кроме того, в предыдущих видео я показывал табличку, в которой акции третьих эшелонов тоже росли, так сказать, там масса примеров, когда акции росли на 200%, на 100% за полгода. Запросто таких акций достаточно много. Они котируются на бирже. Это акции абсолютно нетоповых компаний. Там просто надо следить за экономической информацией и за новостями. И на этих новостях можно вот такие вещи сделать. То есть за полтора месяца вот здесь можно было увеличить свой депозит. Но с другой стороны бывают и другие новости. Если вы смотрите за новостями, то вы знаете, что недавно в Эфиопии разбился самолет американской компании Boeing. Погибли все люди. И этот самолет был абсолютно новый. И что подозрительно, что картина падения этого самолета примерно совпадала с теми же данными, которые были при падении самолета, предыдущего падения самолета Boeing 737, той же серии в Индонезии. И поэтому все задумались, так, а что такое? А может быть это проблемы с самолетами Boeing? И, значит, в результате пошли запреты на полеты самолетов Boeing по всему миру. По всему миру, так сказать, Америка держалась. Но тоже, значит, вчера я смотрю сообщение, что в Америке тоже запретили полеты самолетов Boeing 737. До выяснения обстоятельств. Давайте посмотрим, что произошло с акциями компании Boeing на этих новостях. Посмотрите, вот здесь вот то же самое. Первые февраля акции компании Boeing. И они продолжали расти, потому что у компании Boeing великолепные отчеты, великолепные показатели. Акции компании Boeing растет. И, соответственно, депозит тех людей, которые, акционеров, которые вложились в эту компанию, он растет непрерывно. И вроде бы все хорошо. Но, во-первых, здесь вот произошло такое событие. Но что-то там нехороший годовой отчет может быть, неудачный и так далее. И акции начинают продолжать падать. И вот здесь падает самолет, видите? И акции падают с 420 долларов за штуку до 370 долларов за штуку. Да, конечно, падение не так существенное, как на Черкизове, или, так сказать, не такое существенное, как рост на Черкизове. Но, тем не менее, падение совершенно бешеное. И что сейчас происходит с компанией Boeing? Сейчас выясняют, ну, во-первых, пытаются расшифровать ящики черные. Причина, до выяснения причины полета самолетов прекращены. Что это значит? Это значит, что компания Boeing не получает royalty за эти самолеты, то есть не получает отчисления от компаний за использование этих самолетов, с одной стороны, с другой стороны. Техобслуживание самолетов компания Boeing обязана проводить. Она, естественно, значит, компании самолеты поставили, и самолеты не летают, а там техобслуживание по совершению какого-то количества часов полета. Более того, уже норвежская авиакомпания предъявила иск компании Boeing с взысканием убытков, и наверняка будут еще иски по этому акции компании Boeing. Ну, вот не знаю, видите, что они уперлись в какой-то вот предел снизу, то есть здесь они пока его не могут пробить, но я бы не советовал их брать, потому что есть очень серьезное подозрение, что убытки компании Boeing будут расти, потому что, скорее всего, она налетит на серьезнейшие штрафы, и она будет перепрошивать систему управления самолетами после того, как выяснить какие-то неполадки, которые привели к этим двум авариям. Понимаете? Вот, поэтому на новостях можно, так сказать, на бирже как заработать, так и проиграть, конечно, это рискованная вещь, но если вы видите какие-то полезные новости, вы понимаете, на Черкизове в два раза можно увеличить было свой депозит. Да, такое происходит редко, но опять же, давайте попробуем переключиться еще на один экран. Нет, я сейчас не буду, не успею, просто там есть просто сводная таблица по акциям третьего эшелона, и там ряд компаний небольших, они выстреливают. Что надо делать, чтобы получить высокие доходы? Ну, прежде всего, надо иметь брокерские счеты, иметь доступ к бирже. Вот, это первое условие. Второе условие, ну, надо, конечно же, освоить биржевой терминал. Я помогаю это сделать на своем курсе биржи для чайников. Вот, третье условие, надо учиться следить за новостной лентой, за информацией. И те, кто владеет информацией, те получают прибыль, те, кто не владеет информацией, те не получают. В данном случае я не владел ситуацией и не получал прибыль. Да, у меня есть в портфеле акции многих компаний. Вот, но, к сожалению, вот рекомендации мне не поступили. Я делюсь рекомендациями о том, какие рекомендации поступают. Поэтому оставайтесь на моем канале. Я делюсь этими рекомендациями в ближайшее время. Вот сегодня буквально я еду в открытие. Там будут идеи, как инвестировать в евробонды и получать на этом абсолютно гарантированную прибыль в долларах, в валюте. Высокую прибыль, понимаете? Высокую доходность. Вот. И, друзья мои, надо открывать брокерские счета. Надо получать доходность ту, которую вы никогда не получите, если будете откладывать деньги на банковском депозите. И цель какая? Всего этого добиться того, чтобы... У вас на счете было там, ну, 5-10 миллионов рублей, которые будут приносить, ну, как минимум, там, 15-20% годовых. Ну, вот представьте, если у вас, там, скажем, 6 миллионов рублей лежит и 20%. Нетрудно посчитать, что это будет 1 миллион 200 тысяч рублей в год доходность. Вот такого вложения. Ну, вы понимаете, что бывает иногда, что и в 2 раза за полтора месяца можно вырасти. Но если брать просто какие-то средние показатели, сказать, там, не особо рваться за бешеные прибыли. Если вы будете владеть ситуацией, отслеживать ее, у вас будет время для этого, то, соответственно, вы можете этот показатель увеличить больше, чем 20%. Но даже если у вас 6 миллионов и 20%, то нетрудно посчитать 1 миллион 200 в год, что означает 100 тысяч в месяц. Согласитесь, это неплохая прибавка к вашей пенсии, которая будет составлять примерно 10 тысяч рублей. Ну, или 135 долларов, там, не знаю, чуть больше 10 тысяч рублей будет. Понимаете? То есть, вы получаете пенсию, как и все пенсионеры, в 10 тысяч рублей и небольшая добавочка в 100 тысяч рублей. Согласитесь, что это надо делать. Поэтому, значит, вы видите, друзья, прямо сейчас, как записаться на курс биржи для чайников. К сожалению, он сейчас уже идет в полном разгаре, записываться поздно. Он доступен только либо в записи, либо в заочном варианте. Вот, очный вариант уже вы опоздали. Пожалуйста, регистрируйтесь. И начинайте делать. События происходят непрерывно. И чем позже вы начнете этим заниматься, тем больше возможностей вы упустите. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитрович Юрий. Демитрович Юрий.